Вы знаете, давайте вернемся к истокам, в чем проблема парламента и почему наша фракция выступила с инициативой давайте будем честными перед избирателями, парламент не состоялся, вот мы 44 мандата ложим, давайте еще найдите 80 человек и пусть люди выбирают парламент, который будет их защищать. Что произошло? Вот 6 месяцев последней сессии принято 87 законов, арифметический подсчет, 12 или 15 законов в месяц. Не густо, скажем так. В условиях страны, которая живет в экономическом, политическом кризисе, это ничего. А самое страшное даже не это. Из этих законов львиная часть вообще никакого отношения не имеет к тому, что интересует людей. Что сегодня интересует людей, показывает все социологии у всех пар. Первое, это примирение на восходе, на востоке. Второе, это рабочие места и третье, тариф. Ни на один из этих вопросов парламент не то что эту сессию, а и до этого не ответил. Занимались переименованием городов, названия, политическими декларациями, ратификациями. Жили какой-то своей внутренней жизнью, которая ничего общего с жизнью людей не имеет. Тут параллельно идет жизнь парламента и параллельно пытается выжить общество. Когда общество пытается выжить при недееспособных правительствах, это называется квази-государство. Потом, когда вообще прекратила работу коалиции, а надо признать, что коалиции сегодня нет, нет голосов, нет возможности проводить какие-то решения, которые, наверное, для них важны. Стало ясно вообще, а что дальше делать? И мы предложили, была комиссия Кокса с Европарламента, дали хорошее предложение. Научитесь работать в парламенте так, чтобы отвечать на те вопросы, которые действительно важны людям. Научитесь работать с оппозициями. Значит, что произошло на самом деле? Мы сегодня видели все это позорище и это видят люди каждый день. Поэтому мы считаем, что надо быть честным и перед избирателем. Не состоялся парламент. Давайте примем решение, пусть люди выберут парламент, который их будет защищать. Хватит им морочить. Я вам скажу, что если приезжает депутат куда-нибудь, где не фильтрует аудиторию, я считаю, что ему просто скоро будет опасно называться депутатом. Потому что люди его просто выгонят отовсюду в лучшем случае. Нулевой уровень доверия в общество. И причину не надо искать ни в внешних силах, ни в каких-то злокознях. Причина во внутренней политике, которую проводил парламент из-за правящей коалиции на протяжении последних полутора лет.